Она британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Ее книги получили мировое признание и множество наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. В 2004 году журнал Forbes назвал ее первым человеком, который стал миллиардером за счет писательской деятельности. Ее зовут Джон Роулинг и вот моя подборка ее 10 правил успеха. Провал дал мне ощущение внутренней безопасности, которую я никогда не достигала, когда сдавала экзамены. Благодаря провалу я узнала о себе то, что, вероятно, в противном случае никогда бы не узнала. Я обнаружила у себя сильную волю и большую дисциплинированность, чем я ожидала. Также я обнаружила, что у меня поистине бесценные друзья. Осознание того, что испытания только закалили тебя и сделали сильнее и мудрее, означает, что впредь ты можешь быть уверен в своей способности выжить. Вы никогда по-настоящему не узнаете себя или то, насколько прочны ваши взаимоотношения с людьми, пока ни вы, ни взаимоотношения не пройдут проверку невзгодами. Такое знание – бесценный подарок. Урок, который я извлекла, имеет гораздо большую ценность, чем любая квалификация, которую я получала за свою жизнь. Я ехала в поезде из Манчестера в Лондон, и на меня снизошло озарение. Просто из ниоткуда. Что-нибудь подобное случилось с вами до этого? Да, честное слово. Мне в голову постоянно приходили какие-то идеи, потому что, если уж ты писатель, то это неотъемлемая часть твоей жизни. В голову постоянно приходят какие-то идеи. Но ничего более вдохновляющего до этого со мной не происходило. Как же я загорелась написать об этом. Когда я вышла из поезда, я сразу же пошла домой и начала писать. Для литературы, как и для кино и музыки, характерно одно удивительное и прекрасное качество. Они все крайне субъективны. То есть, это чья-то точка зрения. В этом весь смысл. Понимаете весь смысл? Вы живете в мире людей. И если вы ожидаете, что вас будут непрерывно хвалить, значит, с вами явно что-то не так. Вас будут обязательно критиковать. Это естественно. Знаете, я никогда не была особо уверена в себе. Есть сферы в моей жизни, в которых я очень ранима. Но только не в этой области. Я считаю, что критика в литературе – это нечто само собой разумеющееся. Такова литература. Вы писали здесь? Да, это та самая комната, где я закончила писать «Гарри Поттер и философский камень». Именно здесь произошло то, что просто перевернуло мою жизнь. Моя жизнь совершенно изменилась в этой квартире. Мне кажется, здесь я по-настоящему стала сама собой. Все остальное просто исчезло. В моей жизни царил совершенный беспорядок, но я почувствовала такое освобождение. Я хотела писать, хотела написать книгу, и я ее написала. Самое ужасное, что могло произойти, то, что ее отвергли все издательства, которым я ее предлагала. Ну и что, большое дело. Так что здесь я по-настоящему ощущаю возврат к истокам. В моих спальнях, вернее, в моей спальне сейчас уже не такой беспорядок, как раньше, господи. Господи, когда я здесь жила, это место было настоящей свалкой. О, посмотрите, там стоят книги о «Гарри Поттере». Жутковатое ощущение. Иногда мне кажется, что все это было давным-давно, а иногда я задаюсь вопросом, а было ли это все в действительности. В случае чего я бы сюда вернулась. Это было бы моей исходной позицией. Я бы вернулась в НИД. Если бы я только знала, что через 10 лет, да, где-то через 10 лет я вернусь сюда со съемочной группой, и мои книги будут стоять на полке в чем-то книжном шкафу, для меня это нечто совершенно невероятное. Это правда. Это то, что я чувствую. Эта часть моей истории уже затерта до дыр всеми, кому не лень. Настолько, что уже кажется частью какого-то пиар-хода. Но это была моя жизнь. И она была очень тяжелой. Я никак не предполагала, что все обернется таким сказочным образом. Возвращение сюда – это встреча с призраками прошлого. Я помню, как однажды, и это было похоже на... Я бы назвала это вспышкой дара ясновидения. Конечно, если бы все не воплотилось в действительность, я бы выглядела просто сумасшедшей. Но я помню, как однажды, когда я писала «Гарри Поттер и Философский камень», я шла из кафе, где я писала эту книгу. Книга «Философский камень», которая в США была издана под названием «Колдовской камень». Да, именно так. Первая книга из серии. И вдруг мне в голову пришла мысль. Как будто чей-то голос мне сказал, «Сложнее всего будет добиться публикации этой книги. Если ее опубликуют, тебя ждет большой успех». Ничего себе. Именно так все и случилось. То есть в этих словах была какая-то подсказка? Все дело в том, что нужно верить, не так ли? Конечно. Знаете, я никогда не была самым уверенным в себе человеком. Избытка уверенности в себе у меня никогда не было. Я всегда мало верила в себя. Но в одно я верила точно. Я твердо верила в то, что я могу написать хорошую книгу. Беспокойство всегда присутствует. Думаю, что люди удивятся, узнав, что всякий раз, когда я выпускала очередную книгу о Гарри Поттере, я чувствовала тревогу. На меня давила тяжесть ожидания. Ожидание не раздавливало меня своей тяжестью. Испытывать такие ощущения было прекрасно и удивительно. Но иногда... Вы соревновались с собой? Да, и все эти ожидания. У моих книг возникло много фанатов, и они чего-то ожидали. Того, что они хотели, и мне нужно было абстрагироваться от их желаний и заставлять себя не думать о них. Говорить себе, что они не должны на меня влиять. Если бы у меня был маховик времени, я бы сказала самой себе в 21 год, что личное счастье заключено в понимании, что жизнь – это не список приобретений или достижений. Ваши квалификации, ваше резюме – это не ваша жизнь. Но ты встретишь много людей моего возраста и старше, которые путают эти понятия. Жизнь сложна и запутана. И не подчиняется полному контролю кого бы то ни было. И смирение, понимание этого позволит вам пережить превратности судьбы. Меня часто спрашивают молодые читатели, что бы я посоветовала тем, кто хочет стать писателем. Я могу дать вам только один совет – рассказать о том, что делала я. Вы должны читать как можно больше. Потому что это лучший способ понять, что такое хорошая литература, и понять, что такое плохая литература. Это очень важно. Вероятно, вы пройдете через фазу имитации ваших любимых писателей, и это отлично, это часть вашего обучения. Вы должны смириться с тем, что напишите много, очень много ерунды. Этот этап просто нужно пройти, пока вы не нащупаете свой жанр и свою сферу писательства. И, конечно, необходимо упорство. Вы должны проявлять упорство. Потому что писательская карьера полна разочарований. Но награда поистине велика. Но только если это действительно ваше призвание. Если вы хотите заниматься этим всю жизнь, тогда лучше этого ничего нет. Но это не та карьера для тех, кого легко сбить с настроя, вне всякого сомнения. А теперь обращение к родителям этих молодых людей. Не говорите им, что это нереально. Никогда не говорите так. Потому что даже если их не станут публиковать издательство, понимаете, писательство – это страсть всей моей жизни. Очень важно себя реализовать. Я всегда, всегда, всегда хотела стать писательницей. И, конечно, ты мечтаешь, как писатель, обеспечить себя за счет своей работы. Но я всегда отдавала себе отчет, что невозможно финансово обеспечить себя только за счет написания книг для детей. Такова реальность. И я всегда отчетливо это понимала. Так что в этом аспекте все, что произошло, стало для меня настоящим шоком. Я просто счастлива, потому что всегда хотела писать книги. И я всегда этим занималась. Но реалист внутри меня не позволял мне мечтать даже о половине того, что произошло. Честное слово. Если вы чувствуете, что у вас есть сила и влияние, чтобы выразить свое мнение от лица тех, кто это сделать не может, если вы можете найти общий язык не только с сильными мира сего, но и с обездоленными, если вы сохраняете способность представить себя на месте тех, у кого нет ваших возможностей, тогда вашему присутствию на этой земле будут радоваться не только ваши семьи, но и тысячи и миллионы людей, чью жизнь вы помогли изменить. Нам не нужна магия, чтобы трансформировать нашу реальность. В нас уже заложена вся сила, которая необходима для этого. У нас есть сила представить, что все возможно изменить в лучшую сторону. Спасибо, что посмотрели видео, я сделал его по просьбе Наташи. Так что, если у вас есть любимый предприниматель, чьи правила успеха вы бы хотели узнать, оставляйте ваши пожелания в комментариях под видео. И мне интересно, какое правило успеха Джоан Роллинг понравилось вам больше всего. Оставляйте свои комментарии, я присоединюсь к вам в обсуждении. Спасибо, что посмотрели видео. Хорошего дня, продолжайте верить в себя. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok